Всем огромный привет! Сегодня я покажу вам, как сделать 3D-открытку с елкой на Новый год. На первый взгляд покажется, что это сложновато, но на самом деле все очень просто и я вас научу. Интересно? Тогда оставайтесь со мной! Итак, мы с вами подготовим два листа А4 зеленого цвета, у меня двухсторонняя бумага. Также понадобится клей или, как у меня, двухсторонний скотч, ножницы, линейка и основа. У меня это основа белого цвета, такой вот картон, на ней отлично будет выделяться наша елка. За основу нашей открытки я взяла размер бумаги А4, то есть у меня большая открытка, поэтому все замеры нашей елки я буду давать именно для такого размера открытки. Если у вас открытка будет в два раза меньше, то есть из половинки, тогда все размеры вы тоже берите в два раза меньше. Итак, мы берем первый листочек зеленой бумаги и нам нужно сделать замерчики. С одной стороны берем ее вот так вот вертикально и делаем такие вот меточки с одной и с другой стороны. Я буду елку делать из шести частей. Самая крупная часть у меня будет размером 7 сантиметров. Отмечаем на линейке, точнее на бумаге 7. Далее мы считаем, нам нужно дальше 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее 6 делаем меточку. Далее делаем по убывающей 5. 1, 2, 3, 4, 5. Сделали меточку 5. То есть у нас 7, 6 и 5 размеры нашей бумаги. Здесь у нас уже не хватает. Здесь нужно 4, немножко не хватает. Здесь мы можем сделать размер 3. 1, 2, 3, 3 сантиметра. То есть мы сделали 7, 6, 5 и 3. А на следующей бумаге мы сделаем замеры 4 и 2. Точно такие же замеры мы делаем с нижней части по вертикали. Видим бумаги здесь, чтобы провести ровные линии. 1, 2, 3, 4, 5, 5 и 3. Теперь проводим линии. Как я уже сказала, на следующем листике бумаги мы сделаем замерчики. 4 сантиметра. И 2. Внизу то же самое. Проводим линии. И вырезаем все наши полосочки. Эта часть листика остается лишней. Вот так выглядят мои заготовки, начиная от 7 сантиметров и заканчивая двумя сантиметрами. Конечно же вы можете сделать менее пышную елку, не такую высокую. И сделать ее, к примеру, из 3-4 частей. А я делаю вот такой вот плавный переход из 6 частей. И тогда елка получается красивая и пышная. Далее все просто. Мы берем по очереди каждую часть и сворачиваем ее примерно, я сейчас скажу, 2 сантиметра шириной гармошку. То есть делаем полностью до конца гармошку. Из самой крупной части получилась вот такая гармошка. Продолжаем делать так с каждой частью. Вот так, готово. Теперь нам нужно нанести двухсторонний скотч, если вы тоже им пользуетесь, с обеих сторон нашей гармошки. Вот видим, что у нас образовалась плавная елка. Осталось только последнее, это приклеить ее к нашей основе открытки. Вот наша открытка, середина. И мы приклеиваем одну часть к одной половине, а другую часть ко второй половине. Но сначала начнем приклеивать все части к одной половине вот таким образом. Примерно смотрим вот так, на каком расстоянии нам их располагать, чтобы хватило места для каждой части. А затем начнем приклеивать. И так, мы начинаем с самой нижней. Примерно вот здесь. Прикладываем и приклеиваем. На небольшом расстоянии между ними мы продолжаем по возрастанию, точнее по убыванию клеить наши части. И так, готово. Одна сторона уже приклеилась, осталось только аккуратненько отклеиваем наш скотч. И приклеиваем ровно к противоположной стороне. Продолжение следует... Вот и все. У нас получилась вот такая красота. Видим, насколько елочка плавно переходит вниз. Каждый сантиметр мы с вами видим. Она очень пышная, объемная и смотрится ну просто бомба. Также можно красиво украсить открытку здесь снежинками, различными кружочками, звездочками. Как вам нравится. Я просто сделала вершинку нашей елки в виде вот такой вот звездочки. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Если да, ставьте лайки и пишите свои комментарии. Не забывайте делиться вашими работами в группе ВКонтакте. Мне интересно будет посмотреть. А также подписывайтесь на канал. Всего вам доброго. С наступающими вас праздниками. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok